Привет всем высшим! И да, мы продолжаем исследовать мир Рагнориум, на этот раз мы попробуем что-то новое, а именно новые планеты. И да, хочется отметить, что нам добавили наконец-то возможность убирать стены на вторых и третьих и четвертых этажах. То есть теперь мы можем наконец-то рассматривать первый этаж своего, ну, скажем так, своей многоэтажки, что в принципе очень даже классно. Но для этого нам пришлось зарегистрироваться на стороннем сайте разработчика, но знаете, оно того стоило. Несмотря на весь этот гемор, все-таки мы получаем доступ сколько там, 3-4 планеты, в общем довольно много. В любом случае мы соорудили свой корабль, набили его клонами и теперь можем отправляться в путь. Я попробую отправиться на новую планету с двумя клонами, может быть этой силы будет довольно мало и нам сложно будет прожить до 5-6 дня. Но давайте посмотрим, мне кажется с голодом по крайней мере у нас проблем не будет. Что ж, отправляемся в путь. Что ж, и вот наша планета под названием Танос 6. Как вы видите, здесь у нас умеренно солнечный климат. Ну, возможно какая-нибудь другая планета, где, ну, скажем, постоянная зима, было бы куда интереснее играть. Но смотри, здесь есть и дома, и озеро, в общем-то, не знаю, вроде бы выглядит довольно любопытно. Что ж, давай тогда приземлимся и посмотрим, что мы можем сделать. Что ж, и вот наши клоны оказались на новой земле. Как видишь, у нас тут рядом капсулы и в принципе мы можем уже их начать будить и собирать ресурсы, начать выполнять какие-то задания и, в общем, медленно-медленно отстраиваться. Давай тогда зайдем в меню конструкций. И теперь, как видишь, мы должны выбрать локацию, где мы хотим отстраиваться. Раньше мы могли отстраиваться везде, рядом с компьютером. Сейчас нам надо выбрать уже непосредственно территорию, на которой мы хотим строиться. Что, в принципе, ну, знаешь, не то, чтобы добавляло каких-то трудностей, но это, по-своему, любопытная механика. То есть нам нужны какие-то новые капсулы, которые мы используем для открытия этих территорий. Так, вот они начали собирать ресурсы. А мы тогда, пожалуй, возьмем наше первое задание. И это будет, давай скажем, вот этот вот столик. Отлично. И мы теперь можем... Где у нас тут он? Вот, деревянный воден стул. Это что? А, это тубуретка, господи боже мой. А это как раз-таки столик, который нам нужен. Но почему-то он не хочет строиться... А, нет, смотри, может строиться. Просто ему не хватало, видимо, места. Ну, в принципе, его можно было бы поставить вот тут. И, знаешь, я, наверное, и поставлю. А отстраиваться мы, скорее всего, будем вот тут, рядом за дорогой. Я бы, конечно, хотел сделать дом прямо у дороги, но, к сожалению, у нас не получится так сделать, потому что, ну, в общем-то, мы не можем вертеть базой под стены. То есть нам нужно как-то либо искать какой-то ровный участок дороги, либо, ну, отстроиться напротив. Что, в принципе, я, наверное, и сделаю. Вот, раз, два, три, четыре. Ну, я, наверное, вот тут сделаю большой такой дом. Либо квадратный, либо прямоугольный формы. Так, а что вы не создаете ничего? Так, тебе не хватает камня. Тебе не хватает камня? Серьезно? Так, а где я добуду тут камень? Скажи мне, пожалуйста. А, нет, смотри, создал. Слушай, ну, мы тогда выполнили задание. И теперь можем начать делать новое. Что у нас тут есть? Так, кампфайр. Да, можно было бы. Так, вуден хордер. То есть это сбор древесины, я так правильно понял? Да, подожди-ка. Давай тогда, скажем им, собирай древесину. И посмотрим, что вообще у нас будет происходить. Так, давай тогда, тут тоже. А, собирай, что можешь. Здесь, конечно, у нас рядом вот такой вот лось на 70 здоровья. И, если честно, я не совсем уверен, что они у меня смогут с ним как-то справиться. Поэтому, давай, может быть, мы... А, все же что-то, что-то придумаем. Так. Сейчас они дособирают тут древесину. Отлично. Так, ну, я надеюсь, лось все-таки на них не нападет. Ребят, ну, пожалуйста, не надо с ним сражаться. У него все-таки как-никак 70 здоровья. А у вас тут, ну, дай бог, 30 будет. Давай посмотрим. Так, 35 здоровья у наших жителей, и они бьют на 4 урона. Ну, там, знаешь, 3-4 урона в зависимости еще от брони противника. Так, ну, в принципе, мы почти собрали на задание. Там нужно 8 древесины. Но сейчас тут еще немножко осталось. Давай. Не хочу их перегружать работой. Да и зачем мне сурбать древесину, точнее дерево, которое у нас будет расти прямо перед базой. Так, отлично. Так, ребят, 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 не перенапрягайтесь, пожалуйста. Так, сколько ты потратил? 5 здоровья потерял, представляешь? Ну, ладно, перетрудился. Ничего не скажешь. Так, ну, давай тогда мы что-нибудь придумаем. А именно... Во, мы сделаем палки. Отличное решение. Мы сделаем две палочки, и с ними уже будем сражаться и... Не знаю, бить своих первых противников. А их тут довольно много. Тут разные какие-то мухи. И, в общем-то, разные гады. Вот. Какая-то муха. Точнее, это даже не муха, это... Мурдер Хорнет. Ну, то есть, пчела-убийца. Или оса-убийца. Но в любом случае, с нее можно собрать вроде как сахар. Я не знаю, на что используется сахар. Видимо, ну, либо на таблетки счастья, либо, ну, на что-то подобное. Так, ну, давай в любом случае сейчас соберем отсюда ресурсы. Так, погоди-ка. Ты там создаешь? Да, он еще создает. Так, а этот думает, чем заняться. Конечно, не так будет удобно создавать основу под нашу базу, учитывая, что у нас всего два жителя. Но, знаешь, зато у нас не так много проблем в плане голода, ну и прочего. Хотя, в любом случае, мы можем убить порочку мух. Хотя мы потеряем здоровье, но все же придумать что-то можно. Давай тогда сейчас попробуем. Так. Что у них? Банан есть. И, наверное, наверное, давай тогда... Тогда дадим ему оружие. Вот. Одному мы, получается, выдали. Так, и тебе. Тебе тоже нужно, да? Так, оружие. Да, отлично. То есть теперь у них будут палки, которыми они уже смогут сражаться. В принципе, уже неплохо, знаешь ли. Но давай, наверное, им еще сделаем броню. А для этого нам нужно собрать листву. В принципе, листву можно собрать с тех же деревьев. Так. Смотри-ка. Капсула навыков. А что тут есть? Ага. Ну вот, соберите ресурсы. Это, скорее всего, опять же связано с древесиной, я так понимаю, да? Опа. Ага. Отлично. Что тут у нас есть? У нас есть возможность того, что на нас нападет бандит. Либо один из моих колонистов заболеет какой-то бактерией. Слушай, ну, вот это вот мне не очень нравится. Так. Ага. Ну, слушай. Вообще, в принципе, вот это вот звучит как что-то неплохое. То есть повышается урон у одного из наших колонистов. Но при этом на него кто-то нападает. Либо, смотри, можно было бы справиться с одним бандитом, но учитывая, что... Ну, нас всего двое, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому давай, наверное, все-таки вот это выберем. И посмотрим, что у нас будет. Так. Я раньше играл, если честно, без событий. И, наверное, это было куда проще. Так. То есть... Да, на нас напали мухи. Отлично. И с него можно собрать сахар. Только сахар? Да нет, не может же быть такое. Угу. Отлично. Подожди. Что у нас есть по исследованиям? Давай посмотрим. А, они все еще собирают. Давай тогда, скажем ему, все-таки рубить дерево. И я надеюсь, он у меня не перетрудится. Но, учитывая, что у него теперь есть палка, которую он сможет рубить дерево. Ну, наверное, ему будет проще работать. Так, давайте пока относите все это на базу. А потом нам нужно делать исследование для нашего костра. Так как скоро у нас уже... Ну, не так скоро у нас будет вечер. В принципе, время у нас еще есть. Так, давай тогда руби, руби. Сколько нам еще нужно? Ну, нам еще три древесинки надо насобрать. И мы уже, в принципе... Давай тогда, скажем ему, рубить дерево. Главное, чтобы они у меня не перетрудились. Ты там не устал еще? Ну, пускай он, наверное, доработает. И там уже, скажем ему, отдыхать. Хотя, с другой стороны, медицины у нас пока что нету. И... Так, а это еще что такое? Ребята, 29 здоровья! А у этого... Да елки-палки! Давай его! Так, ну... А он справится? Что-то мне подсказывает, что... Так, одного убил. Ну-ну-ну! Отлично! Фу! Окей. Что ж, на нас напали бандиты, и... Нам хватит медицины? У нас в начале же есть... Возможность... Использовать... Да! Стимпан! Так. То есть, он сейчас ему вколит адреналин, и тот у нас встанет. Да, именно. Все, теперь мы можем... Пускай, наверное, отдыхает у нас. А мы сделаем... Знаешь что? Так, деревянный стул... Ааа... Восстанавливает энергию. Нет, нет. Энергию нам пока восстанавливать не надо. Но... Какую-то основу для нашей базы уже, наверное, надо начать делать. Поэтому... Давай, наверное, все-таки мы... Вот тут сделаем нашу первую платформу. Тут. Так, а насколько она будет вообще большой? То есть, смотри, вот тут мы можем... Так, вот ее отстроить. И... Что у нас здесь? Так. То есть, мы получили опыт. Отлично. Но... У меня пока что все они ранены. Хотя, вроде как, они отличились. 32 здоровья. И у этого 35. Да, видимо, они использовали аптечку, которая у них есть. И мы можем, в принципе, их сейчас отправить как раз к киноисследованию костра. Сейчас камфайр. То есть... Он мне предлагает создать огонь. Давай, наверное, так и сделаем. Вот, мы сейчас сделаем такой вот костер. Подожди. Наверное, его стоит сделать где-то... Где-то, где-то, где-то. Я даже не знаю. Вообще, в принципе, вот тут хорошая территория. И у нас тут, по сути-то, все есть. Так. Давай тогда, наверное, вот тут им, скажем, делать костер. И зона отдыха у нас будет вот тут. Отлично. Так, тогда не надо рубить деревья. А вообще, можно было бы собрать нам первую нашу броню. И, в принципе... В принципе, что мы можем... Смотри. Это получается наручи. Угу. Так, отлично. Сделали костер. Смотри, теперь мы можем собрать флинт. И, в принципе, начать создавать бинты. Угу. Давай, наверное, все-таки с кремния начнем. Это же кремния у нас получается. Ну, или, в общем, то, чем они будут уже зажигать костер. Так. И, в принципе... В принципе, тут у них два противника, я так понял. То есть, бандит, с которым они сейчас будут сражаться. Ну, давайте, забивайте, забивайте его. Быстро, быстро. Не теряйте... Ах, ты ж, черт, еще второй вышел. Да елки-палки, еще какая-то муха. Да что ж тебя... Так, ну-ну-ну. Слушай, а он не сможет сразиться. Все, конец. А, мать вашу. Ладно, придется нам, видимо... Попытаться еще раз. Что ж, и вот второй день. Мне кое-как удалось выжить, и мы теперь можем запросить помощь. Точнее, выслать новый корабль. С жителями, либо с припасами. Что ж, и вот мы набираем корабль себе на второй день. Ну, корабль поддержки. И, как видишь, я уже исследовал тут контейнер. У нас был выбор между контейнером и клонами третьего уровня. И, так как у меня было всего одно очко, я выбрал контейнер. Потому что побоялся, что иначе мне не хватит пропитания. А это, ну, очень грустно смотреть, как твои жители умирают от голода. Так что мы выбрали контейнер. Хотя, знаешь, мне все-таки придется сейчас поставить себе три клона. Потому что мне нужна рабочая сила, мне нужны бойцы. И, да, я опять набрал клонов на увеличенное здоровье. Так, и мы, получается, делаем сейчас три клон-пода. И набираем, набиваем их, точнее, в корабль. Так, что ж, надо будет дать им нормальные имена. И вот мы поставили своих клонов. И теперь можем выслать этот корабль поддержки. Ну, на помощь нашим уже клонам, которые у нас на планете. Так, давай тогда дадим нормальное имя нашему кораблю. Виздом вполне меня устраивает. И, да, мы можем вылетать. Что ж, и вот наш корабль поддержки с нашими новыми бойцами и небольшим количеством снаряжения. Давай тогда это все оценим от корабля и посмотрим, куда это все приземлится у нас. Так, ну что ж. Приземлится прямо нам на базу. Что ж, я надеюсь, там ничего не повредилось. Хотя повреждать-то особо нечего, потому что, ну, как бы у нас постройок-то особо и нету, кроме вот этих вот двух столиков. Поэтому все нормально. Что ж, давай тогда выдадим им палки и отправим сразу же на задание. Потому что у нас все еще первый уровень науки и нам нужно переходить на второй. А для этого нам нужно выполнить одно из заданий, которое имеет бонус при выполнении в первый день. Ну, точнее, не в первый день, а на первом уровне науки. Вот. Так что мы сейчас стрелебим наших новых жителей и отправим их. Так, что ж, пока у нас они не окалели от холода, мы их вышлем на это задание. Так, что ж, раз, два, три, четыре. А у нас их пять сейчас получается, да? Да. То есть сейчас они у нас собрались в кучку и вот пошли через вот этих вот ос. Сколько тут их? Три. Три осы. Ну, я надеюсь, у нас никто не пострадает, никто не умрет и не упадет без сознания. Потому что иначе тратить на них аптечку, ну, весьма и весьма такое себе было бы. Ну, что ж, в любом случае, мы сейчас сражаемся с этими осами и выдвигаемся, точнее, продвигаемся вперед. Я надеюсь, нам хватит сил быстренько справиться со всеми вот этими вот противниками. Учитывая, что они выходят по одному, я думаю, проблем у нас не будет. Кстати, а фауны тут довольно много местной. Так, это сколько у нее здоровья? 72. И у этого тоже 72. Так, ну смотри. То есть сейчас у нас они не так сильно пострадали, сражаясь. И, в принципе, мы можем их сразу отправить после этой миссии на следующую. Смотри. То есть... Да! Почти полное здоровье у всех. Ну, почти. Что ж, давай тогда они сейчас доизучат это место и мы выполним наше задание. Так. А тут у нас осталась одна оса. Отлично. То есть мы сейчас выполнили задание. И давай... Давай... Где у нас капсула? Нам обещали две капсулы навыков. Но я ни одной не вижу. Ладно, пускай они атакуют группой. Так. Вот получается расоса. А, это погибло уже. Так, ребят, давайте, выходите. А, они уже сразились с каким-то скорпионом. Ну, вы время, я смотрю, не теряете. Так, сейчас они тогда убьют тогда вот эту вот осу. Пчелу скорее. Так. И заберут вот этот вот грибочек. Кто-то из вас. Заберите, пожалуйста. Ты заберешь. Так. Ну, смотри. Сейчас мы уже можем перейти на новый уровень. Так. Да? Перейдем? Да, отлично. И мы сразу же можем начать выполнять разное задание. Вот мы можем собирать древесину. Потому что сейчас мы будем заниматься строительством. А для этого, естественно, нам нужно очень и очень много древесины. Так. Ну, то есть мы сейчас берем и, наверное, выполняем вот это вот задание. Потому что оно требует нам построить основу под нашу базу. Так. И мы можем, в принципе, вот тут уже начать все застраивать. Раз, два. Так. Ну, наверное, вот так вот. А им, я думаю, хватит. То есть тут у нас будет кровать сверху. А, нет. Снизу мы, наверное, жилые комнаты сделаем. Хотя, стоп. Наверное, все-таки мы можем и здесь сделать пол. Хм. Знаешь, да, мы могли бы сделать пол, но на стену нам, наверное, не хватит. Так. Давай тогда соберем с контейнера припасы. Где он у нас? Вот он. То есть мы сейчас соберем с него припасы. И надеюсь, что там будет что-то интересное. Так. Так, подожди. А мы можем просмотреть все, что там есть? Так, камни. Ну, вообще... Сейчас. Что у нас тут есть? Да, музыка очень классная на этой карте. Ведь у каждой карты своя музыка. И у этой она довольно расслабляющая. Хотя, наверное, со временем она поднадоест. Так. В любом случае у нас появилась туалетная зона. И пускай, наверное, они справляют свои дела где-нибудь, где-нибудь вот здесь. А... Я думаю, да. Вот тут будет самый раз. Если мы будем неаккуратны, то там будут появляться всякие разные каловые големы, которые будут нападать на наших жителей. А в начале игры они, ну, представляют довольно ощутимую угрозу. Поэтому с этим нужно считаться. Что ж. А мы тем временем пытаемся построить... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, по идее нам хватит. Давай тогда. Достраивай. И мы выполним. Так. Смотри, а почему они не лечатся? У них что, бинтов нету? Видимо, да, не хватает бинтов. Давай, может быть, им, скажем, собрать. Подожди, так. А-а-а! Наверное, места не хватит. Ресурсов. Так, сейчас, погоди-ка. Зона. Да, вот. То есть они сейчас будут заполнять вот эту клетку. Ну, знаешь, пока что все очень даже неплохо у нас. То есть у нас довольно много ресурсов. И мы вполне можем позволить себе как-то расшириться. И отстроить очень даже неплохую такую базу. Так. Это, получается, у нас будет крайняя комната. И, наверное, она будет у нас... Так. Да, это, получается, у нас крайняя часть здания. А потом она будет идти как-то вширь. Ну, либо сделать его узким. И сделать, скажем так, комплекс зданий. Хотя, знаешь, это, наверное, будет неудобно, если они будут бегать из одного здания в другое. Ну, в этом тоже что-то есть. И да, нам, получается, нужно сделать жилую комнату на четыре клетки. Вроде бы довольно большая комната получается. Но, по моему опыту, я могу сказать, что лучше тут перебдеть, чем недобдеть. Так. А мы тем временем... Давай, может быть, мы сделаем вот тут лестницу. Так. Отлично. Сделаем тут. И подожди, подожди. Нет, нет, нет. Это нам придется убрать. То есть, смотри. А, точно, точно. Я же хотел вот эту часть еще захватить. Так, ну, раз так, то мне придется убрать вот эту стену. Сейчас, смотри-ка. А мы не можем еще... Да, мы не можем, к сожалению, вот эту часть территории открыть. А, то есть, нам придется либо... Как-то извращаться с тем, что у нас сейчас есть. Либо что-то придумывать. Слушай, ну, я даже и не знаю. Сейчас мы, кажется, могли перевести одну из капсул навыка в капсулу, получается, территории. Но, если честно, я не понимаю, как это все делается. Поэтому давай, наверное... Сейчас. Нам осталось одну платформу вот эту достроить. Ну, знаешь, в принципе, в принципе, мы могли бы оставить все как есть. То есть, смотри. У нас получается вполне себе большое здание, я хочу сказать. И не обязательно же строить его, скажем, вот тут, делая вход. Можно было бы и сделать его тут. Правда, площадка получится у нас очень неровной. Но... Слушай, а почему бы и не попробовать? То есть, сделать себе какой-то комплекс зданий и что-то уже придумать. Так. А почему, я извиняюсь, у вас тут какая-то радиация непонятная? Или что это вообще такое? Еще и жужжание какое-то постоянное. Но это, видимо, местные пчелы, да? Но их тут много. Ничего не скажешь. Так, и мы сделали наше задание. То есть, теперь мы должны придумать, где нам сделать кровати. Так. Подожди-ка. То есть, вот у нас. Смотри. Капсула расширения. Капсула расширения. Вот я бы вот эту вот, например, капсулу... Точнее, вот этот вот навык потратил на то, чтобы конвертировать его. Но как именно это делается, если честно, я не понимаю. То есть, зажимать... А, то есть, правой кнопкой мыши. Раз. То есть, я конвертировал, вы хотите сказать? Да, я конвертировал. Ну, отлично. Значит, у нас появилась новая территория. И мы можем тут вот достроить. Сделать стену. Так. Стену сделать. И оформить нашу первую комнату. Что, как по мне, очень даже неплохо. То есть, у нас будет вот такая вот жилая комнатка. И нам нужно, получается, сделать дверной проход. Вот он. Дверной проход наш. Так. И... Слушай, в принципе... В принципе... Я думаю, нам этого хватит. Сейчас. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. И... Сделаем, наверное, еще одну стену. Да? Да, хватает. Отлично. Так. Можно было бы, конечно, еще и сверху ее сделать. Вот. Чтобы оформить угол. Так. И, наверное, назначить немного другую зону отдыха. Потому что сейчас... Они, видимо, ходят именно по нашим спящим клонам. Так. То есть, мы сейчас зону отдыха делаем вот тут. И надеемся, что никто ни по кому не будет ходить. Так. Ну, вообще, в принципе... Я думаю... Да, можно было бы вот тут сделать. Либо вот так вот даже. Так. И... Здесь мы, наверное, уберем ее. Отлично. То есть, сейчас у нас получается... Можно сказать, левая часть нашего... Я надеюсь, большого и красивого дома. Так. И, конечно же, нам нужна лестница. Подожди. Так. Я немножко не тут ее сделал. То есть... Немного перепутал. Я бы сказал, даже намудрил. Но... Ладно. Смотри. Просто я хотел сделать вот тут лестницу. Но сейчас мне придется как-то менять все это. И делать ее уже... Вот так вот. Ну, слушай. В принципе, тоже неплохо. Так. То есть... У нас... Наверное, вот эта часть будет коридором. И получается, что у них будет довольно быстрый доступ к мастерской. Вот тут у нас будет дверной проход. Либо сделать его вот тут. Я даже не знаю. Вообще, в принципе, вот эта часть могла бы быть коридором. То есть, мы бы сделали вот тут такую вот коридорную часть. А вот тут уже у нас на вторых этажах были бы разные мастерские. Которые соединялись бы... Ну, я не знаю, как соединялись. Но что-нибудь придумаем. Ладно. В любом случае, сейчас они активно тратят на все это дело довольно большое количество древесины. Так. И первое событие. За долгое время. Так. Смотри. То есть... Либо скорпионы на нас нападают. Фууу. То есть, нам предлагают... Расправиться со скрапионами, которые иначе вырастут в своем количестве и нападут на нас. Ну, звучит так себе. Либо мы получаем одну капсулу навыка. Слушай, я даже и не знаю. Мне кажется, бандиты звучит не так плохо. Потому что вот это вот предполагает что-то нехорошее. Поэтому... Давай, наверное, все-таки вот это выберем. Плюс небольшой движ на нашей базе. В общем бы и нет. Но сейчас у меня нет как такового снаряжения. Ну, я имею в виду там каменных топоров, например. Которые наносят большое количество урона. Поэтому придется как-то извращаться. Судя по всему, нам... Давай, может быть, сделаем хотя бы один каменный молот. А, это каменный молот, да? Да, это каменный молот. И это, по идее, считается тяжелым оружием. Так. Либо подожди. Знаешь, мы могли бы... Хотя нет, пускай они изготовят, наверное, этот молот. И посмотрим как-то. С ним уже будут сражаться. Так. А мы сейчас тогда выберем себе новое задание. И, наверное, это у нас будет... Подожди-ка. У нас еще не нападает? Никто. Да, вроде бы, пока что никто не нападает. Подожди-ка. Но сейчас будет не очень хорошо. Учитывая, что у меня половина жителей спит. Но обычно они бегут с той стороны. Поэтому давай как-то отслеживать вот эту сторону. Но я пока никого не вижу. Так. Ладно. Давай тогда прекрати собирать древесину. Древесина у нас и так в избытке. Давай тогда ты лучше пойдешь и... Так. Погоди-ка. О-о-о-о. Ребят, поаккуратней. Не надо ходить друг по другу. Смотри, он потерял здоровье. Причем потерял семь здоровья, судя по всему. Это из-за того, что по нему просто кто-то прошелся. Так, ребята. А вы, видимо, обеспокоены тем, что на вас нападут в скором времени бандиты, да? Ну, видимо, да. Так. Сейчас они достроят вот эту стену. И мы как раз-таки сделаем нормальный станок. Это будет у нас, получается, основа нашей мастерской. А, ее центр. Так. Сейчас. Вот он. Стол. Для создания различных предметов и, соответственно, разного интересного снаряжения. Так. Я, правда, надеюсь, что у них получится зайти на второй этаж. Так. И я не вижу бандитов. Погоди-ка. А где они вообще могут быть? Вот. По идее, они уже должны на нас нападать. И... И я их не вижу. Так. Ну, ладно. Ну, мне же лучше. Хотя я бы предпочел все-таки видеть, откуда они будут идти и... Как-то быть готовым к их нападению. Так. Смотри. Нам нужно металла. Довольно много. И... Мне кажется, раньше такого количества нам не требовалось. На создание вот этого вот станка. Ну, ладно. В любом случае, мы можем очистить вот этот вот куст. С какими-то ягодами. Я надеюсь, их можно кушать. Потому что, если нет, то... Ну, нам будет довольно тяжело. Так. И мы наконец-то достроили этот станок. Теперь мы можем изготовить какие-то новые предметы. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Мне новая локация определенно понравилась. Ну, вот эти вот декорации, многоэтажки, дома. В этом что-то есть. Конечно, жалко, что со всеми этими декорациями мы не можем взаимодействовать. Но, возможно, дальше у нас появится такая функция. Ну, а пока будем, пожалуй, заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да. Пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.